Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, студии працу Александр Гамоля, глядите у гэтым выпуску. Вынки экономичного развития областного центра за 9 месяцев 2017 года подвели на посяжение гомельского гарвы Конкама. Гроши под идеей. У регионе реализуется уникальный для Беларуси доброчинный проект. А зараз об этом и иншим больше подробно. У Гомеля поляпшается экономичная ситуация. Семь доведенных показчиков развития господарского комплекса выконаны шесть. Особливой уваги потребует рост заработной платы. Такая информация была огучена сегодня на посяжении гомельского гарвы Конкама, где подвели выники за 9 месяцев 2017 года. Дмитрий Котов с подробностями. Сирот становчих прикладов работы господаршего комплекса города – гандаль. Розничный товарооборот склав 102,3%. Вырос в продаж продуктов харчевания и будовнических материалов. Это обумолено скорочением разрыва по межтемпам росту реальной заработной платы и индексам цен, что становчим чином повплывало на покупницкую сдольность ЖХРО областного центра. Чтобы закрепить результаты, в первую очередь нужно работать над недопущением роста цен, прежде всего отпускных производителями. Второе – ассортиментная ориентация на платежеспособный спрос. Потребитель должен увидеть и в магазине, и в объекте общественного питания то, что ему нужно, то, что ему хочется купить и то, что он может купить. Над этим работаем. Гомель довольно добро выглядит в сравнении с иншими областными центрами. Выконано 6 из 7 доведенных показчиков. Это – лепший выник. Энергосбережение, экспорт товаров и послуг, промыть замежные инвестиции. По многих на керунках задание отремалось перво-выконать. Меж тем, иснуют и проблемы. Особливая увага росту заработной платы. За 9 месяцев средняя выплата на одного працующего гомельчанина – 752,5 рубли. Это поколь недостаткового коповыника года, выстинно показчику тысячу рублев. Так само застаются недохлопы по працалу от кавани. Причина в том, что не совсем активно наше предприятие занимается созданием рабочих мест. В связи с необходимостью сокращения затрат, многим предприятиям пришлось оптимизировать ряд рабочих специальностей, основных, не основных. В связи с этим было определенное высвобождение людей из крупных наших промышленных предприятий. Поэтому, начиная уже где-то с третьего квартала ситуация немножко стабилизировалась и пошли подвижки и по действующим предприятиям, и по новым предприятиям. Оптимизация затрат, выпуск новой конкурентосдольной продукции и переориентация экспортной политики – это основные задачи на будущее, что дозволит вырешить иснуютшие проблемы. У приватности – пошук новых рынков сбыту. По коль 85% экспортных товаров накировываются в Россию. Необходно наладживать больше тесные гандлевые связи с Китаем и иншими краинами. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Житкович рыхтуется до проведения областных дожинок. В городе завершаются ремонтные работы и открываются реконструированные объекты. У приватности уже сегодня пассажиров приме – одновленная автостанция. За 37 годов эксплуатации тут проводился только косметичный ремонт. На выполнение всех необходимых работ акционерное товариство «Гомеля» было «Аутотранс» накировало около 400 тысяч рублей. За эти сроки капитально отремонтованы непосредственно будинок автостанции, а так само проведено доброупорядкование прилягающей территории. Сюжет об подрыхтуции Житковича до областных дожинок – глядите сегодня у наших вечерних выпусках. Гроши под идеи. У Гомельской области реализуется уникальный для Беларуси доброчинный проект. Его организатор – Международный комитет Червоного Крыжа – примае на разгляд бизнес-планы от беженцев из Украины и выделяя гранты на их реализацию. Для многих людей, которые приехали с горячих кропок в чужую краину, такая поддержка нужна, как никогда. Ганна Ковалева встретилась с одним из первоможцев проекта и узнала, как отримать международный грант. Еще пару годов тому Иван с сыном Алексеем Г также шли по улицам города. Правда, не Гомеля, а Янакия в Донецкой области. Когда же там почувались первые выбухи, шмадзетная семья в Сурье задумалась об этом, как назавсюду покинуть родный город. У Гомель переехала в 2015-м. В годом часе народилась еще одна дочка. Иван хопался за любую работу. В следующем часу стал отримывать финансовую поддержку от Червоного Крыжа. Но в души за все дымарил открыть столярную майстерню. Этой справой он занимался последние 20 лет. И за этот час обладал ее досконально. Выпадково доведался о программе поддержки микроэкономических инициатив, мэта якой допомогти беженцам из Украины открыть свою справу. Мужчина подал заявку на конкурс и нечаканно отримал установший отказ. Был звонок вечером, да. Добрый для моих бизнес-план. Ну, эмоций было много, да. Потому что это очень большой плюс в семье. Ну, это очень большая помощь. Благодарность я проношу очень большую им за помощь, за содействие, за все. Дорогие, семьи, которые отримали такие же гранты, на Гомельщине уже больше за 40. Доброченный проект стартовал в Жнилне. Принять удел им пропоновалось и переселенцам с Донецкой и Луганской областей. Для этого необходимо было звернуться в отделение червоного Крыжа по месту жихарства, по прикладу, написать бизнес-план и заяву. Когда все умовы выполнены, на реализацию предпромальницкой идеи автору выделяли 800 евро. Конкурс уже закончился, а организаторы ввестили об новой хвале приема заявок. Яна протягнется до десятого снежня. На разгляд, уже поступило 15 бизнес-проектов. Сярод их цырульни у темлику для живел, хлебопекарни и многое иншее. Данный проект реализуется только в Гомельской области. Это пилотный. Международный комитет Красного Креста выбрал нашу область, потому что здесь наибольшее количество переселенцев с Украины. Если опыт будет успешный, я думаю, что он будет успешный, он будет продлен на территорию республики, на другие области. Дорочих, эта форма подтримки беженцев не одиная. Например, червоный Крыж при необходимости оплачивая беженцам медицинские послуги. Еще одна давняя форма допомоги – выделение так званых ваучеров. Одноразовые финансовые допомоги у помиры 100 рублей. При этом на одну семью может вылучаться и некольки ваучеров. В залежности от финансовых остановящих семей и ее складу. На эти гроши, как правило, набываются харчовые товары, предметы егены и оденья. Так, только с начала этого года было выделено 6 тысяч ваучеров. Эту материальную подтримку отримали 510 семьев. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». У «Гомеля» еще на месяц протягивается работа региональных кермашов выходного дня. На их можно набыть поживецкие товары, сельско-господаршую продукцию и выработки народных промыслов. Кермаши с уликами «Умол на двор» будут проходить каждую субботу и неделю на протягу листопада. Режим працы – с 8.30 до 15.30. Пляцовки проведения кермашов выходного дня находятся на площади Паустанья, в районе зоны от Пашинку-Пруды, по улице Лича и в районе Палаца водных видов спорта, по улице Мазурова. Так само, 11 листопада региональный кермаш пройден на площади каля Палаца культуры Костюковка. Пляцовка по адресе проспект Космонавтов-70 в листопаде функционовать не будет. По 30 листопада протягивается работа постоянно деючих региональных кермашов в каждом районе города. Час працы пляцовок с 9.00 до 19.00. Тым часом продукцию со своего огорода на рынках можно набыть в любой день тыдня. У податковой инспекции нагадали, в каких выпадках физичным особам не треба платить сбор за продаж огороднины, садовины и дикорослых рослин. По-перше, как гандлевать без уплаты сбору, потребна доведка с мясового выконкама об тем, что продукция выраблена непосредственно физичной особой, або его близкими свояками. Инак же можно отримать в первый раз попереджение, а потом и штраф. В выпадке, когда на рынках под выглядом продукции за уластного участка отбывается пера продаж, не редкость. Когда трапляться таким чином шмат разов, то сумма штрафа, призначенного судом, может достигнуть 100 базовых величин. Специалисты нагадывают яши раз, кому не треба платить одинный податок при продаже сельхозпродукции. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не уплачивают единый налог, торгуя сельскохозяйственной продукцией. Это продукция животноводства и растеневодства. Кисломолочная продукция. Только при наличии справки местного исполнительного комитета о том, что они эту продукцию вырастили, либо произвели на собственном приусадебном участке. Что касается продукции пчеловодства, система налогообложения та же. То есть они не будут уплачивать единый налог только при наличии справки о том, что у них есть собственный приусадебный участок, на котором они производят данную продукцию. Физические особы, которые продают лековые рослины, ягоды, грибы, орехи и иншую дикорослую продукцию, так само вызволяются от выплаты одного податку. В наступном году Калинкович и Мазыру першиню примут чемпионат Европы по бильярдным спорте. А по коль представник Гомельской области рыхтуется принять удел у чемпионата света, який 15 листопада открыется у Ростове-на-Дония. Как стать соправдным бильярдистом, подсекавилися наши корреспонденты. Не глядяши на молодых взрослых Денису Колосу только 19 годов, в бильярдном спорте он человек вядомый. Клядьше 300 международных встреч и немаленький спис титулов. Уладальник бронзовых и серебряных медалев першинства света и 8-разовый чемпион Беларуси во взрословой категории до 18-ти годов. Двухразовый серебряный призер Кубка света и чемпион Беларуси сярод дорослых. Зараз, где они срыхтуются до удела у чемпионата света, який в середине этого месяца пройдет у России. Кажется, что будет смагаться за узнагороды, головное настроиться отповедным чином. Як и в инших видах спорта, в бильярде у вогу лишь мат залежать от удачи и психологичной устойливости. Хоть и наявность в дольностях и в опыту, так само мое великое значение. Максима ясше применение неких математичных разликов, хоть сам Денис ими не корыстается. Математическая способность, ну геометрия может немного. Но я как-то на самом деле никогда особо не пользовался геометрией во время игры. Так просто все наигранность, наигранность. Играешь, играешь, запоминаешь, как от бортов шары отходят. Не использовал геометрию, математику, физику никогда ничего не использовал. В бильярде. Мне кажется вообще это миф, что если ты знаешь физику и геометрию, ты будешь хорошо играть. Нет, не будешь. Как вид спорта, бильярд относно молоды. Белорусская федерация, например, была створена только в 1998 году. Однако, навод за этот относно невеликий час, Гомельская область выховала шмат знакомитых бильярдистов. В областном объединении федерации бильярдного спорта кажут, что это в области вельми демократичный вид спорта. Для занятков, которым нет практически никаких обмежеваний. Сегодня бильярдом займаются аматеры от 7 до 70 годов. Хоть задачу подрыхтовки спортсменов высокого узровня и отримания призовых мест на престижных споборницах так само никто не отменял. С этой нагоды у Калинковича распорцевали положения и провели уже три клубки славянских держав. А зараз рыхтуются принять чемпионат Европы. В апреле месяце в 2018 году у нас будет очень представительный турнир чемпионата Европы по бильярдному спорту. Минимум, ожидаем 15 стран к нам приедут участвовать. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Калинковичем. Небесная канцеляра Ажихарам Гомельшины на выходных поднясе подарунок в субботу и неделю. Чакается теплое, у основным сухое надворье. А вось у годовину Кострышневской революции 7 листопада мягчимая короткочасовая дожи. Коли докладно, то ближайшей ночью чакается понижение температуры до минус одного. Там уранится и в субботу верогодный туман и гололед. А вось днем слубки термометров подымутся до 10 градусов со знаком «плюс». Становчая тенденция захавается и у неделю. Синоптики обьяцают потепление до плюс 12. У понеделок и авторок территория Беларуси опынется под уплывом малоактивного атмосферного фронта, который перемешается с Балтыйского моря. У ночного понеделок месяцами чакается до минус одного, а ранится и слабый туман. При этом дненная температура поветра застанется раннейшей – плюс 12. А вось ранится 7 листопада, худшей за все, с устрения нас дожжами и туманами. При этом истотного понижения температуры не шакается. Днем поветра прогреется до 9 градусов тепла. Центр моды и прихожостей «Хрустальная нимфа» запрашивает всех пригожих гомельчанок, которые находятся в шлюбе и имеют детей, провести на кастинг областного конкурса «Миссис Гомель-2017». Ее надбудется 10 листопада в 18.01 по адресу Проспект Решевский, 24.2. Обовязковая категория – взросл от 18-ти годов, рост от 172 сантиметров, наявность детей, зарегистрованный шлюб и белорусское громадянство. Жюри оберает 15 самых ярких и харизматичных пригожунь для подрыхтовки до финала конкурса. Лепшие претендентки за месяц пройдут профессийную подрыхтовку по дефиле, хореографии и фотопластице. Примуть удел у майстер-классах по пригожосте. Финал конкурса «Миссис Гомель-2017» пройдет у Снежни. Звернуться за консультацией можно по номеру телефона у Гомеля – 25 00 96. Это и другие новинки вы можете узнать на нашем сайте. В интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин